Всем здравствуйте! Быстренько пройдусь по покупочкам. Сегодня опять зашла по просьбе мамы в Галамарт. Я ей купила вот этот вот платочек, который я уже показывала. Он у меня раскрытый. Я сейчас раскрывать не буду. Он стоит 99 рублей в Галамарте. Длина типа черная пятница на Нитус. 30%. Ну да, там много на самом деле скидок. Также взяла за 49 рублей АОС. Так, золенька. Для мытья посуды. Как уже сказала, 49 рублей. Выгодно и не выгодно, но надо было. Я быстренько взяла. Это стоило 29 рублей. Перцевый пластырь нужен был. Я там не пошла никуда. Никуда не пошла в аптеку. Не веду. Так, значит, в Галамарте, золенька, солнце мое, купила вот такие маленькие. Видите, как миниатюры. Миниатюрки такие. Ах, золи. Вот они такие маленькие. Тут их много. Стоит 59 рублей. Вот это вот упаковочка. Я такие взяла разные. Четыре штучки взяла. Видите, вот. Золенька, я прошу тебя, не мешай мне. Вот такую вот. И вот такую вот. И маленький стоит 59 рублей. Поверьте мне, это недорого. Не знаю, равное ли количество. Раз, два, три, четыре, пять. Да, одинаковое количество миниатюр. Вот таких вот. Вот. Ну, они классно. Мне нравятся 50. А что это? Ну, это фигурки-ластики. Ну, естественно, ну, как бы, не для этого было куплено. Это все для декора, все для моей дочери. Вот, как я уже показала. Это вот Галамарт. Так, вот, все Галамарт. Потом я пошла быстренько в фикс прайс. Купила маме вот такие вот формы для выпечки. Преформы отличные. Я, конечно, еще не пекла. Навроде, навроде, нравится. Вот. Моей маме тоже хочу. Лягушки такие. Вот. Вот я быстренько сходила. И как раз, вы знаете, мне повезло, последние забрала. Больше не было. Но в моем личном фикс прайсе, который находится в станции метро международного. Так. Это Санкт-Петербург. Взяли вот такую собачку. Сюда нужны две пальчиковые батарейки. Она должна лать. Это мы взяли игрушку для наших собак. Ну, вот так, знаете, поиграться. Пусть будет. А потом включу и посмотрим. Дальше, как я уже показала в предыдущем видеообзоре полок, что вот появились вот такие тетрадочки. Зеркальные. Да. Вот. Здесь, значит, у нас 80 листов. Наконец-то. Тут хоть по-русски нормально крупно. 99 рублей 100 тетрадок. Кроме как красоты, то, что оно зеркальное, знаете, как зеркало можно в ней смотреться. Ничего в ней, в этой тетрадке я особенного не вижу. Ну, вот, все. Ну, дочери понравилось. Выбрал такой. Были синие, были зеленые, были золотые, были серебряные. Все. И вот такой вот, смотрите. Бразовый цвет. 20 лет. 20 лет. Так. И последняя моя покупочка. Это вот такая вот на веночке, по крайней мере, у нас была в марте. 99 рублей 100 тетрадок, а леники, да, я купила мужу на работу. Не знаю. Вот, честно скажу, мне вообще вот то, что я ему там беру, все ему не нравится, ему не подходит. Почему я фасонеризморала? Ладно, не суть. Что-то ему подошло. Ну, посмотрим. Как бы, когда я видела в интернете, на сайте у них, я думала, пластмассовый. Ну, они мягкие, поверьте мне. То есть, я сначала думаю, не, ну, пластмассовый это однозначно. Нет, не возьму. А это они мягенькие. Это две штуки. Крепляются на ноге с помощью легко регулируемых застежек. 99 рублей стоит. Мастер-хенд. Так, сразу открою. Ить, как я. Ить. Вот. Сейчас. Оп. Такие вот. Я, конечно, не знаю, как ему надо. Не знаю, что. Та-дынц. Слушайте, а мне кажется, будет нормально. Если что, даже можно будет нашить. Но сама идея, вот сама идея, она мягенькая. Я очень надеюсь, что мужу подойдет. Вот такая вот покупочка. Обратите внимание. На этом все мои покупки с магазина. Гламарц, фикс прайс. Сейчас те, кто смотрел Амина, можете все выключать. Дальше я покажу Софочку. Вот. Сейчас покажу Софочку. Лидия Галимова попросила меня ее показать. Софа, иди ко мне. Иди ко мне. Ну, правильно. Это прям. Софа, иди сюда. Иди, мое солнце. Иди ко мне. Давай, подожди. Иди. Сегодня звезда. Сегодня Софа звезда. Ой, ты какая, 12 килограмм. 12 килограмм. Ой. Ой, да моя зайка, конечно, никак. Далматин у нас, прюша, 27 килограмм. Жирненький Далматин. Вот. Ну, мы тоже такие вот нелегкие. 12 килограмм лишь бы лично для меня тяжеловато. Ну, вот такая у нас девочка, такая красавица. Такая любимая, хорошая. Такая вот виса на нос. Ой. Как я еще там дополню кое-что. Я кое-что. Ой, мама дорогая. О ней засняла. Вот. Ну, Софочка. Все, 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 все. А, пришел виноват. Ну, такое, что о ней засняла. Вот так буду показывать ее. Нашу звезду. Звезда. О, звезда моих очей. Вот. Так вот. Взяли мы ее с передержки бесплатной. Там, когда мы выбирали, там было пять, нет, четыре щенка было. Мы ее выбрали. Она очень милая. Я потом вставлю фотографии. Очень, вообще, очень понравилось. Там еще одна девочка была нам понравилась. Она была гладкошерстная. У нас брюша тоже гладкошерстная. Мы решили, как бы, пусть будет пушистик. Вот. И когда приехали люди, которые, вот, это бесплатная передержка. Представляете, они нам, мы как бы заикнулись, что нам еще одна нравится. Но мы берем эту. Они нам привезли двоих щенков. Все. Это было. Это лишь, вот, представляете, вот, соседи, вот, который день делают ремонты. Это еще тихо. Ну, это, ну, хорошо. Ну, вот. И привезли двоих. И, знаете, это был стресс лично для меня, потому что выбирать, то есть мы уже выбрали. Они привезли, думаю, вдруг мы захотим другую. И, знаете, когда я взяла ее на ручки, то, ну, конечно, мы сразу сказали, что мы берем эту. Все, как бы, ну, не надо было привозить. И, ну, я ее, конечно, погладила. Все. Замечательная собачка. Мне муж сразу предупредил. Только одну. Ну, зная нас, что мы вот такие вот с дочерью. Только одну. И когда я отдавала ту девочку уже, она априори уже должна была быть, ну, в смысле, когда подрастет, она должна быть крупнее, у нее лапы длиннее, она сама немножечко другая. Видать, там мамка. Нагулялась хорошо, находилась там. Ее свырицы, свырицы. Ну, вот привезли. И разные щеночки, вообще все окрасы разные, все. И вот одна только такая вот крупненькая среди них. Я говорю, знаете, мы бы ее взяли. Муж мне сказал, что никаких крупных собак. Только вот как бы поменьше. Вот, ну, вот как Софочку, поэтому мы выбрали, что она в мамку. Ну, она так мамкой пошла, низеньким. Вот такие лапочки маленькие. Такие-такие ухолюсенькие. Так вот. И когда я ее отдавала, вот ту собачку отдавала женщине, которую привезла, она вот так вот у меня вцепилась лапами. Понимаете, ей было вот, ну, не оторвать, ну, не могла нормально забрать. То есть она вцепилась в меня. Я говорю, ой, все, у меня уже, знаете, чуть ли я не знаю, я уже, ну, все, оставлю вторую у меня. Дочка, да, давай ее тогда оставим. Я говорю, нет, говорю, эту берем, потому что ее уже как бы, и все, говорю, все, точно берем вот эту вот. Ну, как бы я хотела вот эту именно собаку. И то, то есть дочь моя уже поплакала, я поплакала. Потому что, ну, как бы вот так вот, не надо было, конечно, так вот, Софочка, я все понимаю. Радость моя, ты моя радость. Солнце тяжелое, 12 килограммовое, килограммовое. Посиди, посиди, посвезди. Вот. И знаете, вот правильно говорят, у нее подруга, она кинолог, из аводчица, у нее свой питомник. Вот. Она сказала, что таких собак у них, конечно, всякие нарушены. Я заметила разницу, то есть у нас вот из питомника, да, вот Прюша Далматин, вот. И вот Софочка, конечно, да. Вот она у нас очень боится, то, что шума, это понятно. Она боится у нас очень швабры. И это я так поняла, что, так как мамка где-то месяц небольшой, вот мы ее взяли. Солнце мое, мы что, отвернулись, привела на вокзал железнодорожный. Ну, вот, и там, наверное, их гоняли, представляете, потому что швабру-то она боится, обязательно гоняли. Бывает, на улице увидит там человека с палкой, она может как бы гаркнуть. Хотя сейчас я уже ее от этого отучаю, потому что у нее с возрастом вот этот вот страх перерос в агрессию, хотя мы всячески пытались, ее вот как бы так вот все, любовь, она нас супер избавила. Я говорю, вот на ручках, мы все любим ее, все вот это вот. Но то, что вот когда были фейерверки прошлое зиму, у нее, конечно, стресс был как раз на улице, где она там петарда, это было что-то. Я думала, собака там, я не знаю, вообще все на нервы будет. Но вот, мне пришлось ее взять на руки, понести домой, потому что она тянула ей ничего. То есть ее вот всякие вот эти методы, которые там советуют отвлечь собаку. То есть, ой, ой, прости, вот она нас так вот, вот. Да, зайку, прости, прости, мой солнышко, там под попочку неудачную взяла. Да, поверни, что мой спиной-то? Ну, вот. Да, вот. И она это самое... Я говорила, да. И она мне просто понеслась от этого шума. И никакие вещевания, ни игрушки, ни сладости, ни вкусняшки, ничего. Она ни на что это не велась тогда. Только у нее все, сумасшедшие глаза, все, у нее стресс, она бежит. Только я поняла, что это не прокатит. Я ее к тому сразу говорю, все, если что-то она пугается, я ее сразу брала на руки. Теперь у нас, если что, она бежит и прыгает ко мне на ручки. Там на улице вдруг что-то, шум какой-то, это вот она там что-то. Я беру на руки и вот лаской, прибаутками всякими я ее откликаю, чтобы она не переживала. Чтобы, ну, вот это все. Ну, с возрастом у нее вот этот вот страх переросло в агрессию. Она стала у нас на улице, ну, людей реагировать отрицательно. Мы это тоже, я это тоже убрала. То есть опять с лаской, то есть если кто-то проходит рядом, я опять ей, все, моя девочка моя хорошая, ты такая умница, все, и она вот на это. И она, ну, проходит человек и проходит. И понимаешь, что если вот она молчит, я ее хвалю за это. Ну, вот единственное, что пока у нас это не прокатывает в парадной. То есть в парадной в лифте, не дай бог. Единственное, что если я заранее услышу, беру ее на руки. То есть вот так вот уж. Типа вот пока будем учить ее так, извините за шум, учить ее так, чтобы именно вот, чтобы она не боялась, что люди ей не причинят вреда. Потому что она вот именно, мы консультируемся, именно у нее страх, это она, агрессия на почве страха. Вот, поэтому вот только вот такой вот заботой, никаких криков, никакой руганью за то, что собака агрессировать нельзя. То есть она лает, она пытается бросаться, она не кусается. Мы проверяли с кинологами, с одной, с другой, с моей подругой. То есть она подбегает, она делает вид, что она как бы такая злая, что она сейчас набросится. Но она при этом не кусает. И если не обращать внимания, она быстренько успокаивается. И даже и я это такая, да-да-да, я это самое, ой-ой-ой, я так рада, что вы пришли, я вас всех люблю. То есть у меня это прослеживается. Ну, охранник, она, конечно, еще тут. Она охраняет вообще тут. Ну, ну, видит, да. Мини-мини-общерк, микро-кавкан. Ладно, на этом я заканчиваю всю и самую тасовочку. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал, посмотрели. Всего вам самого доброго. Берегите, любите животных, братьев наших, меньших. Они от нас зависят, они слабые. И ни в коем случае не обижайте деток своих, учите. Потому что смотришь и понимаешь, что родители, ну, не учат своих детей, чтобы они не обижали. Не, я не говорю за всех, не за всех ни в коем случае. Но иногда, а, вот это как-то шли, извините. Опять отвлеку. Идем, и женщина идет с мальчиком. Мальчик такой, мам, смотри, это Дон Матин, а это овчарка. Правильно. И говорю, вот, совпадала овчарка. Ну, ладненько, все, не буду. А то соседи, видите, как бы, что-то там делают, мешают. Ладно, все вам хорошее, спасибо за все, за хорошие комментарии, за плохие комментарии. Всего вам наилучшего, крепкого здоровья. До свидания. Суфа. Суфочка. Суфочка. Зайка. Иди сюда. Иди, мой сладкий. Иди, иди. Иди.